Всем привет! Здравствуйте! Мы в Латвии! Приехали в город, где рождается ветер и где очень-очень много лип. Это, конечно же, город Лепе. Вас по традиции берем с собой, все посмотрим и все покажем. Немного прокатимся по Лепе и на машине поедем в Коросту, сходим в православный храм, выйдем на море, пока еще все прямо. Но здесь у них ходит трамвай. Трамвай всегда прав. Нам надо будет, вот куда машина поехала, нам туда, налево. Вот, как раз он едет. Классно было бы сесть на него и просто проехаться по Лепе и на трамвае. Номер один. Три вагончика. Ух ты, бензин! Евро 74. Нет, две всегда дороже. Дизель евро 65. Вот так какие цены. Почему Лепе? Почему город Лип? Потому что вот сейчас мы едем по обе стороны дороги, это все Липе. Лепе называют город, где рождается ветер, благодаря частому морскому бризу. В народе ходят шуточки про жителей этого города, которые невозмутимо прогуливаются по пляжу при ураганном ветре. Когда-то этот город был закрыт. Закрытый город. И сейчас мы едем к мосту через канал. Уникальный инженерно-технический памятник. Один из самых старых мостов и конструкций Лепе. Возможно, что он был спроектирован по эскизу французского инженера Эйфеля. Только открыли его. До трех часов был закрыт. Смотрите расписание. Мост образован из двух одинаковых разводных ферм, которые поворачиваются на 90 градусов, каждая в свою сторону. Развод моста производится с помощью электромотора или лебедки и занимает 4-5 минут. За время своего существования мост много раз был серьезно поврежден. В 2006 году его северную часть разрушил танкер Анна, ходящий под флагом Грузии. После реконструкции мост колпака опять работает. Он открывается для прохода кораблей несколько раз в сутки. Первая наша точка сегодня именно вот этот храм. Сейчас спрятали золотые купола. Никольский морской собор. Храм заложен в 1900 году. Строился военным министерством Российской империи на протяжении всего лишь трех лет. И был освящен 22 августа 1903 года в присутствии императора Николая II. Автором проекта и руководителем строительных работ был известный петербургский архитектор Косяков. Строительство и украшение храма обошлись в 500 тысяч рублей. В пересчете на нынешние деньги, на евро, это составило бы 13 миллионов 549 тысяч евро. На восстановление же храма хватило бы и двух миллионов, но таких сумм община пока не собрала. Поэтому все делается постепенно. Восстановлены конструкции куполов и их покрытие. Восстановлены и позолочены кресты. Идут ремонты внутреннего убранства храма. Вот такая красота. Есть флепы. Попробуем зайти вовнутрь. Сегодня праздничная суббота. Завтра Пасха. Завтра Пасха. редко так бывает что попадаешь вот именно когда освещают куличи яйца и нам повезло такой старенький уже в возрасте батюшка или кто он как правильно назвать так интересно атмосфера такая хорошая мы купили с олесей по яйцу вот такому будет из лепы и такое яйцо когда находишься внутри кажется что он не очень большой этот храм а с улицы он очень выглядит огромный но конечно же много надо денег на его восстановление внутри все просто если за ним не приглядывать конечно же и это все со временем придет в упадок но возможно найдутся меценаты кто захочет его восстановить помочь общество бетонного производства санкт-петербург значит его специально сделали в питере и привезли сюда когда хорошая погода так красиво горят купола такой красивый храм хочется ходить и ходить вокруг него такой большой величественно его видно из разных уголков города вот эти все дома они были голубая такая плитка а сейчас наверное их покрасили сделали реновацию тоже но как интересно смотри сушат белье примерно как у нас за территории балкона потому что балкон совсем крохотный еще утеплили вообще балкона не осталось практически нет про что я и говорил надо выставлять период делать огромные огромные веранды какого он года написано приватная территория по латышски примерно похоже как и по кандилиабры лепнина ой как красиво но в этом доме скорее всего ничего сейчас нет стоит ждет своего часа вышли из храма и идем прямо 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 думали выйдем на море а вышли на море но здесь такая гавань здесь тихо спокойно он даже кораблики какие то есть рыбаков не видно вот о человек в плавках загорает а купаться написано здесь нельзя здесь любят собираться серфингисты и как раз вот эти все гаражи для их оборудование интересно где они здесь серфингом занимаются выходят в открытое море или здесь летают в гавани добрый день так неожиданно нас в лепые узнали прямо вот здесь на этом месте как вас зовут давно нас смотрите давно все ли мы его смотрели и лепые давние даже из клайпеды из паланги из этого из индии и вьетнама где вы все смотрите отлично мне нравится когда люди смотрят все релакс такой положительное всегда все и после ваших видео хочется улыбаться отлично это радует как вы тут живете расскажите вас на сколько на пенсию выходит 60 с половиной как много как много у нас в литве я пока 65 кому хотели привет передать детям сыну роману дочки с мужем максимом и маленькой внучки друзья всем надо всех вспомнить а то если кого-то не назовешь да ой как приятно всем всем покажите наши видео про леба и особенно они будут удивлены что и опечали большое вам спасибо что вы подошли очень приятно когда в своем городе узнают а если куда-то приезжаем и нас узнают то это вдвойне приятно желаю ребята вам крепкого здоровья счастья и всего всего что сами желаете себе и вам всего хорошего и также продолжайте съемки осуществлять радовать нас спасибо это хорошее дело позитив хороший пока пока это самая ближняя улица к морю в районе короста как переводится короста кара остас военный порт это новое строительство но относительно новая а это видимо была постройка очень очень давняя но ее так красиво реставрировали облицовали новой плиточкой в лепы очень много домов интересных красивых таких которых нигде не встретишь только у них ищем бывшую тюрьму заблудились трех соснах вот какое здание но она стоит без окон здесь целый ряд таких зданий то с окнами то без окон жилые наверное наконец-то нас google выводит правильно вот сюда посмотрите какие здания из красного кирпича с этой стороны стоит без окон без дверей если бы сделать какой-то отель или еще какой-то культурный центр но находится не в центре никому не интересно вот здесь как раз что-то уже переделали а тоже было здание примерно вот как это двухэтажная из красного кирпича и представляете со всех сторон вот эти красные такие как казармы или что здесь были здесь же был военный городок тюрьма короста единственная открытая для туристов гарнизонная тюрьма в европе сегодня тюрьма коросты признана самой удивительной и необычной гостиницей в мире гарнизонная тюрьма была построена примерно в 1900 году для нужд госпиталя но для этих целей никогда не использовалась самого начала она служила гауптвахтой или местом краткосрочного дисциплинарного наказания последние заключенные покинули свои камеры совсем недавно в 1997 году за всю историю существования тюрьмы сбежать из ее стен так никому и не удалось наказание здесь отбывали и революционеры и матросы и младшие офицеры царской армии и немецкие дезертиры и враги народа сталинской эпохи просто походить по территории здесь можно бесплатно а если хотите посетить музей то надо заходить вовнутрь там есть кафе в советском стиле можно зайти и вовнутрь походить и даже говорят что если вы хотите испытать что такое тюрьма то здесь можно остаться переночевать типа как в гостинице но не каждый решается на такую аттракцию военторг холодильник весы кассовый аппарат это буфет вот сюда можно зайти просто посмотреть что-то купить а уже если идти именно как саму тюрьму то надо покупать билет свечки какие интересные 9 шерстяные носки кусочек янтаря карандаши а это наверное мыло до 520 кружки железные и рюмки и даже есть фляга сгущенное молоко 2-3 и рижские консервы огурцы это примерно такое же здание как мы сейчас проезжали только его сохранили оно действует а сколько стоит таких заброшек в лепые и наверное никогда руки до них не доберутся которые вот только что мы проехали кстати сегодня в лепые праздник в латвии сегодня день восстановления независимости здесь очень хорошее место люди приезжают можно жарить шашлык организованы специальные места скамейки столы есть кафешка небольшая с видом на озеро и вот такие прылки очень классно что люди могут приехать из города пожарить шашлык по отдыхать можно взять на прокат доски попытаться выдержать равновесие если на досках то обязательно нужен шлем и жилет так 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 я хочу на это посмотреть давайте давайте а он плавучий понтон не пройдешь вот так вот нет я не пройду я не хочу специальные созданы такие всякие преграды чтобы гонять на лыжах и есть тарзанка через весь карьер это тоже плавучий а здесь такое интересное решение сделать стену из камней получилось подпорная стена можно покататься еще и на лодочке топится вода горячая получается и вечером очень интересно когда сон не солнце когда звезды а ты сидишь в этом кубилосе и смотришь на небо а еще лучше конечно же зимой а там вдалеке у них прям пляж переодевалка стоит белый-белый песочек и если вы не любите море можно прийти вот в карьере искупаться а еще есть и баня сидишь там паришься и смотришь на карьер круглая такая сделана и здесь же находится еще кемпинг тоже можно жарить шашлык и небольшие такие домики и все все это на берегу карьера это не специально организованная какая-то площадка а это встроенная в природу между домами между домами между деревьями сделали вот такие участки где поставили столы жаров не и это все находится в дикой природе ничего специального здесь не придумывали площадки не организовывали и страшно что тебе страшно как вентилятор дует холодно холодно думаешь это он весь холод точно страшно северный форт начали строить в конце 19 века укрепления которые должны были защищать лейпайскую военно-морскую базу в случае нападения противника вот в ноябре 1908 года через неполные 10 лет эту крепость ликвидировали так как ее строительство было признано стратегической ошибкой часть пушек демонтировали и отвезли в кауновскую крепость в литве а часть переплавили кейп страшно вентилятор воет я аж боюсь чтобы уничтожить укрепления сооружение дважды пытались взорвать до наших дней сохранилась только пороховые склады и часть подземных сооружений северные форты самая известная и впечатляющая часть лепайской крепости ее историческое название батарея крепости номер один как и короста северные форты в советское время были закрытой военной территории но сегодня частично исторические лабиринты вновь доступны для посетителей при посещении северных фортов следует быть очень осторожными так как здесь возможен риск обрушения вот именно этих частей форта видите это уже подмыло и это уже упадет здесь находиться крайне опасно рвем когти а что страшнее эти лопасти или обломки всего страшно нет ничего вечного время идет рушится море еще помогает говорят облить и ветряки даже черви не живут убегают понимаю почему ты проведешь ну да так шумит как будто самолет летит и этими крыльями машет его слышно всегда это сейчас у него небольшая скорость а если эти лопасти будут с большой скоростью крутиться тогда вообще будет шух-шух-шух-шух я думаю что сюда приезжает много людей которые любят делать различные фотосессии здесь выходят такие необычные кадры но это все рушится года три-четыре назад это все выглядело по-другому даже были граффитисты рисовали какие-то свои рисунки здесь конечно интересно красиво хочется полазить но опасно если приедете смотрите будьте очень осторожны олеся пойдемте обратно как-то страшновато если это начнет все падать нас ничего не спасет я боюсь а ты боишься страшно отважные ребята всегда идут в обход да это же если рухнет посмотрите куда олеся ведет уши быстрей я не хочу а где выход выход где ребята зачем куда почему я не хочу там не пройдем это все так нависает и это совсем не смешно да булка за мной булка за мной когда ходишь кажется что это надежно но в какой-то же момент это рушится и может обрушиться именно сейчас когда идешь ты я не трусь но я боюсь все здесь уже не так страшно и не ясно как сложится этот картой как картонный домик вот куда он упадет видите как нависает и я уже наверху они идут рассуждают смотрят это зрелище не для слабонервных а здесь был ангар возможно заезжала какая-то военная техника а может быть и подводные лодки здесь же где-то в лепые было база смотрится опасно идти она провисает была база где базировались подводные лодки все уже так дышит наладан и знаете как если что-то случится это только на вашей ответственности ох как она все рушится страшно падает 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 булка тебе не страшно но здесь везде везде люди лазят люди же бесстрашные то в горы лезут а под воду то на эти камни вот здесь более безопасный выход к морю потому что здесь ничего не нависает над тобой можно подойти к воде и вон мужчина лазит скалолаз однако но хотя скалолазы по такому не лазит они лазят по нормальным горам давите или вы по таким тоже лазите все и даже вот так угрожающие нависающие потому что прибалтики вообще тут мало где можно полазить а как же безопасность мы лазили тоже по древним замком ну да конечно же фотография выходит красивая на этих руинах парень вон сидит в окне но бывают же такие случаи когда люди залазят ради красивой фотографии куда-то высоко и падают или там разбиваются или еще что-то так что я вообще считаю лучше не рисковать рыбу ловить а надо ли виктор сказал опасно тот не ходите когда-то вот это было на уровне как мы стоим это все смыло но это нет шансов убрать да и есть шансы убрать взорвать так пытались два раза взорвать видишь ничего не получилось проезжаем еще раз мост разводной он конечно же по времени мы посмотрели мы успеваем все нормально вправо лиза говорит покажи покажи там море выше вон оно море а здесь люди идут по мосту он не только для машин но он еще и пешеходной здесь видишь мост не очень видно зашли на кладбище как же без этого виктор вычитал что она очень старинная говорит обязательно мы должны зайти но вот это да показывает о том что она старинная именно вот это вот надгробие или как это назвать памятник сейчас подойдем почитаем что там написано какого года рядом стоят какие-то кресты виктор говорит что здесь даже царские захоронения возможно есть но посмотрите как не пройти прям могилах могиле близко-близко у нас оставляют хотя бы на ширину одной плитки чтобы можно было пройти вот здесь интересно что там написано с с той стороны на немецком а мы по-латышски то не прочитаем вот здесь девятнадцатый год георг риш фридрих кехел вот смотри написано 14 1914 год а в diesem фридхофф рухен солдат and des ersten world kreges первой войны фридрих кехел and dieser stile befand sich der deutsche soldaten freind hoff скамейка что осталось от нее и все мхом поросло 1855 год русским воинам павшим войну 1914 и 1918 года вечная слава героям павшим в борьбе за свободу и независимость нашей родины сорок первые сорок пятые года довольно таки большое кладбище дорога его разделяет как бы на две части 1920 год у всех одинаковые и все двадцатого года только разная дата девятнадцатый год здесь конечно сразу дорога и довольно таки она оживленная и самый край этого кладбища спокойствия нет обычно как-то кладбище же делали чтобы было спокойно тихо на окраине а здесь возможно когда-то и было окраина города а сейчас вот такая оживленная дорога пруссис маргарита пруссис и карлис пруссис представляете какого года это кладбище если здесь хоронили с 1908 года одиннадцатый год железный крест есть табличка но уже ничего не видно и сбоку надгробия представляете вон видно железное здесь похоронена была жена одного человека он попросил что разрешение построить часовенку и его вроде сюда захоронили фамилию не помню здесь даже получается как склеп на морях был якорь тягин 1898 год но кто-то приходит и убирает здесь значит есть какие-то родственники это был полковник флотских корпуса флотских что-то штурманов полковник основатель колонии на новой земле представляешь на новой земле колонии тайный советник михаил михайлович окинфеев год 1904 не может быть почему потому что родился 1800 ай нет 28 1828 а умер 1904 бывал действительный тайный советник и тайный советник в память сына его мичмана андрея михайловича окинфеева получается это сын того человека который похоронен с той стороны родился 19 ноября 1883 года погиб в порт артуре бою на минных дальше не видно страшный на миноносцы страшный в 1904 году 31 марта скончалась 1898 году а кто же сделал такие памятники видно что это уже такое современного современный значит есть какие-то родственники там написано для получается что здесь раньше не было города если здесь кладбище город вырос потом самые ранние захоронения самые поздние это 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 тысяча восемьсот девяносто какой-то метров поверните налево а тысяча восемьсот сорок четвертый даже нашли и до сих пор сохранились и имена и цифры вот такие красивые двухэтажные дома а там из 200 метров а хотя и здесь налево и деревянные дома у меня суфлер есть только он не то суфлирует а вообще мы едем в лиддл красиво это улица с липами а лево затем поверните направо через 200 метров поверните направо так я выбрала представляешь лиддл где не на центральной улице а где-то далеко он ведет короткими путями не то что твоя женщина а лисе не понравился у меня женщина которая говорит угол красивая кстати улица вот эти красные дома кирпичные одно двухэтажные или кир и деревянные двухэтажные домики магазин депо здесь икея потом лиддл и еще есть кэшн кэри промо сразу все магазины вместе приехал на полдня пока все обошел посмотрим чем отличается лиддл в латвии мне почему-то кажется что все будет одинаково весь товар все булки и цены примерно такие же как и у нас такого у нас точно нет я точно знаю просто мы никогда не берем обычно квартиру показываю когда только заселяемся потому что бывает порядочек а сегодня что-то пошло не так показываю когда уезжаем две спальни вот одна спальня небольшая кровать стоит неправильно кровать должна стоять чтобы ноги не были в дверь как бы ноги не смотрели в дверь здесь стоит неправильно надо перевернуть и вторая спальня вот здесь более-менее правильно не в дверь ноги а как бы в стену вторая спальня чуть чуть больше чем первое очень мягкая мы спали здесь очень мягкий матрас проваливаешься просто трехкомнатная и большой большой зал большой большой зал совмещенный вместе с кухней здесь стол обеденный здесь еще может два человека спать написано вообще что здесь для квартира для шестерых человек и кухня на кухне есть абсолютно вся посуда микроволновка плита стиральная машина на первом этаже балкона нет холодильник вай фай но мы не подключились шкаф телевизор и здесь душевая комната но очень большая возможно возможно когда-то была ванна потому что вот здесь большое пространство ничего нет душевая кабина раковина и вот все в таком черном стиле раньше видимо был бойлер сейчас горячая вода течет прямо из крана сколько стоит такая квартира нет волку заберем 75 евро находится в самом 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 центре в самом центре сейчас выйду покажу где эта квартира около дзинтерс а парковка да есть парковка за решеткой за заборчиком особо отметить посмотри какие окна какие стены этого такой толщины стены почти метр и окна вот такие огромные с улицы покажу будет более понятно здесь старый город машины едут по этой брусчатке но было слышно было слышно как люди ходят здесь ночью потолки метра четыре больше наверно вот здесь мы живем самом центра дзинтерс нет за моей спиной вот брусчатка на улице где-то градусов 89 прям во дворе у дзинтерсом а зеленый забор не первый зеленый а там второй зеленый забор это паркинг именно этого дома просто так не заедешь есть ключик в этом зеленом доме мы переночевали очень высокие потолки сталинка или какой-то дом именно этот новый концертный зал большой янтарь был открыт в 2015 году а вообще в конце 19 века в 1896 лепайская дума приняла решение о необходимости строительства концертного зала здесь проходят всякие концерты приезжают артисты очень красивый цвет у него как янтарь концертный зал имеет 8 этажей и площадь превышает 14 тысяч квадратных метров само здание построено из железобетона металла и стекла теплый фасад вызывает визуальные ассоциации с янтарем который нередко можно найти на побережье липайского пляжа после шторма по субботам и воскресеньям проводят экскурсии можно просто зайти сюда с экскурсии стоит 5 евро но только выходные дни в 12 часов кот даже ухом не повел не боится он собак если что разберется пустынные улицы воскресенье никого нет с утра пораньше сейчас всего лишь 9 часов это самый самый центр брусчаточка вокруг магазинчики кафешки а там фонтан о какое эхо красивый внутренний дворик а здесь у них типа торговый центр идешь вот магазин это эуроскор морки лоид у нас это все допустим в акрополе а здесь вот магазинчики на улице на получается целый торговый ряд вот долго его делают в прошлом году была закрыта ремонт реновация очень старое здание меняют селёдочный склад какой-то меняют вещь какие-то детали вставляют новое дерево делать как раньше какая раньше была отделка никакой отделки кирпич специальные вставляли влепые тоже граффитисты любят рисовать на стенах ничего их не останавливает не здание культурные памятники допустим исторические памятники везде рисуют но когда приезжаешь воскресенье все магазины закрыты а так хочется походить ого и кружка и свечка и салфетки все в одном стиле лютеранская церковь святой анны старейшая церковь города сведения о которой сохранились 1508 года первый храм на этом месте был построен из дерева в 1893 году храм приобрел теперешний вид в неоготическом стиле с башней высотой около 60 метров церковный интерьер славится одним из самых выдающихся шедевров времен барокко в латвии резной алтарь храме находится 3 по величине орган латвии церковь можно осмотреть изнутри и подняться на колокольню впереди находится петровский рынок за моей спиной церковь святой анны открыт в 1910 году и по сей день считается одним из самых красивых рыночных павильонов в европе задача архитектора была вписать павильон между тремя церквями церковью святой анны собором святого иосифа и синагогой которая была разрушена в июле 1941 года петровский рынок является самым большим рынком в лепые и вторым крупнейшим рынком в латвии торговля ведется как в павильоне так и на улице но как-то совсем слабо клубника арбузы по 250 килограмм клубника 280 коробочка там 600 грамм помидоры по 5 милинис 4 маленькая и большая большая 750 изнутри павильон продают мясо какие цены 395 750 акция 15 евро это наверное типа телятина может или баранина и у них очень интересно еще можно спуститься в подвал там будет рыбный отдел здесь мясо хлеб фрукты овощи но самое интересное когда спускаешься вот туда под землю там рыба запах сразу выдает о том куда мы попали рыбный отдел вкусно пахнет кому как соленая рыба 16 евро 14 450 вот эта рыба салака окунь 950 скумбрия 8 5750 это наверное печень трески 7 евро и пол и 8 50 пол литра селедка 4 2350 из свежей рыбы лосось филе по 30 17 треска 6 1650 мяньки риска целая 12 а это грундулые но бычки это бычки евро 80 килограмм и вот здесь по два 50 50 виктор говорит посмотрите там миноги есть или нет а миногов нету нету когда-то мы видели их в риге на рынке а здесь не встретили вот салака давай 50 евро 50 корешки уже нет и пошли грундулые бычки а вот это вияжевые по литовские вияжеве но и у них смотрю написано вияжевс вияжевс окуни по 250 вот так выглядит павильон стоит с 1910 года и еще простоит столько же копчености продают сало по 6 евро такое мясо салом по 8 а это не знаю что какой-то на на куриное 5 евро по 50 какие-то котлетки 350 сардельки колбаса по 70 центов если так медленно читать то можно понять что пишут литовские латышские но немножко совсем немножко похоже самую малость карбонат по 8 сало 850 он разговаривает с тобой натравит натравит булку на чайку торговые ряды продают вещи кроссовки майки штаны очки до примерно как в вид ухты тапки интересно сколько тапки такие стоят спросили тапки по 7 кроссовки 15 даже вон какая-то обувь есть по 6 какие-то такие черевички женские вот такие по 17 15 12 липайский собор святого иосифа является крупнейшим католическим храмом курзими и славится своим роскошным внутренним убранством в 1747 году на этом месте была построена небольшая каменная церквушка со временем церковь стала тесной и вместо нее по проекту возведен более просторный храм в него романском стиле здание построено из кирпича доставленного из германии старый храм было решено не сносить а вписать его в облик нового собора его можно увидеть войдя в церковь и взглянув налево в сторону капеллы открыто кстати можно зайти колонны стены и деревянный потолок церкви украшают фрески с библейскими сюжетами сохранившиеся с 19 века высоко под потолком собора покачивается модель парусника подаренная моряками просившими у бога легкой дороги из сохранности от штормов в одной из башен собора обустроен небольшой выставочный зал в котором экспонируются работы местных художников уже весь такие кирпичики специальные только те были красные а эти желтые но привезли это все из германии значит в германии изготавливали вот такие кирпичи 100 лет есть как новые больше уже чем 100 а 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 с левой стороны старый очень интересный там корабль висит а 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 и 중에 было написано что открывается сегодня в десять когда ходишь по такимулочкам всегда хочется зайти во внутрь и посмотреть как выглядят квартиры в эти деревянных домах пол наверное скрипит в некоторых окна поменяны на пластиковые а в некоторых еще местные с остались деревянные а может там уже и никто не живет хотя цветы на подоконниках стоят в лепые конечно же полтора дня это очень мало для такого города потому что есть что посмотреть много улочек мы всегда бегом 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 надо приехать когда-нибудь с расстановкой на каких 45 дней тогда можно будет больше показать а за два дня все не охватить машина не отбила углы камни а в риге пушки стоят углы дома но зато машина обобьет себе весь зад или перед как красиво чайки кричат это учебное заведение по крайней мере раньше было сейчас не знаю как будто идут строительные ремонты все в лесах деревянный поднимаешься по лестнице а он скрип 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 деревянные сарайчики здесь много построек из красного кирпича идешь только голову задираешь смотришь весь город красивый исторические памятники окна какие огромные высокие потолки архив здесь латвийский национальный архив заброшек у них много просто физически не хватит сил и финансово в девяностом году жила примерно 112 тысяч человек стало уменьшаться население и сейчас живет примерно 70000 у нас видосики про лепую есть и трехлетней давности и двухлетней давности и в прошлом году мы снимали и до сих пор люди смотрят пишут комментарии большое спасибо всем кто пишет был недавно комментарий вам лепую не понять но конечно как же мы можем понять лепую если мы приезжаем сюда на день на два мы гуляем смотрим то что видим вам показываем говорим свое мнение о городе я думаю вы приедете допустим к нам мы тоже можем сказать вам допустим литву клайпеду не понять так что вы не обижаетесь комментаторы которые живут здесь мы показываем свое мнение и свое впечатление о вашем городе но у меня лично хорошее впечатление я всегда хочу вернуться в лепую мне очень нравится и единственное я всегда говорю что один-два дня лично мне для лепой маловато все наличники уже отвалились от каменного хоть бы что деревянный тяжело присматривать то красить то чистить то менять какие-то наличники с каждым виктора криком смотри какая крыша смотри какой двор видео становится все длиннее и длиннее но конечно как такое пропустить очень красивый дом если бы еще его отреставрировать но сколько надо много вложить сюда денег допустим если живет две-три семьи сколько здесь не больше то это очень большие вложения и поэтому они стоят что одному двум хозяинам не потянуть в этом месте очень широкие улицы два ряда лип и если идти прямо то выйдешь к морю если кому-то нравится архитектурные различные дома разных стилей то вам точно однозначно надо приехать в лепую есть на что посмотреть есть что пофотографировать почитать историю город с богатейшей историей вырубает истину на самом деле это как будто лодка и он топором рубит лодку тихо спокойно изредка машины проезжают вот какое красивое здание и все это в самом самом центре на фоне дзинтерс интересно смотрятся эти песочные часы но они не песочные а сделаны как будто из янтаря в этих домиках сделаны бары рестораны все находится на берегу канала с той стороны стоят вагоны или привезли или будут увозить какие-то мешки из старых зданий сделали очень дорогой отель она находится в самом центре с красивым видом стоят рыболовные корабли порт приписки лепая называется первый альбатрос коробки для рыбы возможно они еще выходят в море и что-то ловят все одинаковые когда-то здесь был клайпида вон он самый последний я его вижу лепая лепая а вот этот клайпида стоит рига и вот клайпида на том берегу лайма порт приписки рига и вот здесь еще один тоже клайпида интересно когда они последний раз были в море потому что все заржавело вот это вот конструкция вся наверно уже не работает но здесь очень высокий фундамент как будто первый этаж но туда если заходишь будешь заходить в подвал а второй этаж уже деревянный сейчас здесь кафешка такие ворота настоящий ой не 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 пускай он сейчас кинется кинется хвост поднял а у вас мальчик или девочка о девочка сейчас будет война как зовут вашу девочку события девочка крупная база откуда наверно увозят рыбу конечно же чайки такой специфический запах от этих всех ящиков контейнеров стоят машины может какой-то перерабатывающий комбинат завод где перерабатывает рыбу вода чайки едят чешую чистят мужчины рыбу женщины мужчины и отправляет куда-нибудь на базар магазины холодильники сортируют я я говорит да вот еще контейнеры рыбы на базаре было много бычка какой-то мичурин тут постарался и цветочки как отличаются эти такие полные много листиков а это вот так это может даже не яблоня как на вишню похоже лепайская мореходка половина здания покрасили а половина как и было в красном кирпиче напишите кто знает латышский язык эта улица конечно тоже хоть фильм снимай какой-то деревянный дом уже никто не живет и там дальше целая улица деревянных домов возможно когда-то и снимали тут шли по широкому проспекту вышли на море памятник погибшим рыбакам и морякам как выглядит пляж влепые очень широкий мелкий 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 белый песок очень мелкий море тоже спокойное полнейший сегодня штиль и не глубоко можно зайти в море ух ты ребенок уже купается но вода холодная всего каких 11 12 градусов не больше а может даже и меньше температура воздуха сегодня 16 и и нет дидели сбанга с нету и в литве нет дидели сбанга с и в нет дидели сбанга с нигде нет ворона а говорят они сыр любят вороне бог послал одну рыбеху на ель ее ворона занесла вот такое море мелкая 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 если была бы теплая вода можно было бы сходить посмотреть да у какого можно найти сколько метров 1 отмель потом 2 отмель я вижу три отмели и если вот так идти идти по берегу моря можно прийти в литву можно прийти в швинтое в палангу и потом в клайпиду 1 сразу вот вторая уже люди ходят прям загорают мужчины в плавках кафешка работает одна вторая так на открытом песке еще людей нет еще прохладно и все равно песок еще не прогрелся хоть и температура воздуха позволяет но можно лежать где-то в дюнах на хорошей подстилке бродил по морю кто не боится холодной воды прилетела чайка что-то отрыгнула и сейчас обратно ест рыба у нее там это чайка большая океанская морская есть свое же маленькие-маленькие рыбехи наверное еще какая-то живая была ей там щекотала в горле и она решила с ней разобраться где вы видели пляж шире чем в лепые мне кажется будет тяжело найти шире пляж есть туалеты работают с 8 до 8 инспекция ясно и переодевалки у них все в одном стиле и мусорки сделаем инспекцию переодевалки здесь вот такие висят как они кабель не кабеля как эти канаты у их здесь две классно может сразу вся семья переодеваться в дюнах как классно площадка они играют но это не теннис может теннис такой с маленькими ракетками не знаю или сквош какой-то два на два но находятся именно в дюнах у них есть несколько стадионов здесь ребята проводят тренировки это вратари вот эти высокие а там сзади футболиста не поменьше а это второй стадион вот лампы который освещает когда идет матч вот поле это уже для соревнований вот это красиво балерина а все что дальше не красиво но если уже одну разрешили то все ребята тут стараются хотя нет смотри здесь что-то наверное было изначально предусмотрено а потом уже пришли граффитисты и пополнили весь этот забор и написали ссоре приморский парк протянулся на три километра и занимает площадь 50 гектаров на сегодняшний день это один из самых больших посаженных человеком парков латвии разбит он был в конце 19 века чтобы украсить территории будущего курорта и защитить город от наступавшего песка этот парк любят как местные жители с детьми так и туристы которые приезжают погулять для детей разбиты такие зоны для активного отдыха в приморском парке произрастает около 170 видов деревьев как местных так и экзотических пород можно и в настольный теннис поиграть и на велосипедах на самокатах и специальные сооружения прыгалки лазилки здесь всегда шумно много детей кафешки есть пока дети занимаются собой родители сидят общаются пьют кофе чай о считает наверно друг его где-то прячется посмотри вьетнама написано вьетнама вьетнам вот здесь не чанг там сейчас очень жарко гуа 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 вот сюда здесь казахстан хочешь кривия кривия большая такая страна кривия а возле нас смотри болт кривия и летула написано египет вот а смотри у них эстонции и гауния боли я зведри зведрия швеция зведрия франция это германия вас вас они я лил британия из такого здания только такая музыка и должна звучать двадцать третьем году что ли реставрировали начинается райончик старых вилл построенные на рубеже 19 и 20 века но они очень и очень выглядят богато здесь живут богатые люди дорого-богато именно вот здесь около моря когда мы были прошлый раз эту виллу только строили а сейчас посмотрите какая девочка второй этаж деревом обшивают колонны еще одна очень красивая вилла и вот еще одна очень красивая вилла еще одна красивая вилла с видом на такой фонтанчик раньше здесь плавал лебедь сейчас возможно сидит где-то в гнезде на яйцах и по кругу вдоль фонтана такие старые старые виллы их нельзя перестраивать они должны быть именно в том стиле как были раньше можно реконструировать но оставить вид как когда их построили в 19 там 20 на рубеже этих веков а если здесь идти то можно выйти к морю а здесь еще есть земля можно приехать купить но все равно не построишь дом такой как ты захочешь а должен будешь построить какой он здесь раньше был но это большая вилла около дороги такой домик стоит а вон там пристроен еще а может там раньше жили слуги еще одна вилла наверно приезжают только на выходные хозяева или живут всегда а здесь без выпендрежа все просто и красиво здесь наверно знаете что вот тот домик старый а это все пристроили может первый старый и на фоне первого этажа достроили второй и третий но уже такой более современный а вон сзади деревянный дом вот это наверное старый а это все пристроили вот эта стена какого-то старого здания мы обязательно сюда еще вернемся и еще раз вам покажем лепы но это уже будет следующий раз ставим лайки комментарии напишите до скорых встреч пока 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 пока